А у нас в студии уже есть гости, мы не будем заставлять его ждать. У нас в гостях Артём Фокин, суперфиналист шоу «Таланты». Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Ну, рассказывай, как у тебя дела? Нормально. Что после «Талантов» делал? После «Талантов» я поступил, не поступил, пошёл на новый конкурс «Голос дети» в Москве. И как успехи? Пока всё хорошо. То есть ты там проходишь пока отборочный тур? Да, я прошёл слепые прослушивания, попал в команду Полины Гагариной. Ой, круто, поздравляю. Спасибо. С какой песней ты выступал? «Таки Рари», с той же, что и на «Таланты». Как оно у тебя, всё получилось? Да. Ну, хорошо. А вообще, как долго будет идти отбор на шоу? Ну, сейчас, получается, нас делят по три человека. Вот, выбирают одного. Потом проводят как бы пять из пятнадцати, да, из каждой команды по пять человек. И из этих пяти человек они поют песни со слепых прослушиваний и выбирают двоих. Потом будет этап спасения, получается, когда будут голосовать зрители и будут из троих человек, которых как бы оставили, так скажем, на потом. На десерт. Из них будут выбирать одного человека в те два. Что тебе дали «Таланты»? Вот они как-то помогли тебе? Ты же сейчас, наверное, увереннее себя чувствуешь, да? Да. Я себя стал чувствовать увереннее на сцене, перед камерами вообще, потому что это большой опыт. И даже работы с такими вот... Ну, просто вот работы много. И очень поздно заканчивалось тоже, знаете. Ну да, извините. Ну, расскажи, как твои репетиции сейчас проходят? Находишь ли ты времени для того, чтобы поддерживать свой талант, так скажем, в хорошей форме? Да, конечно. Я упорно занимаюсь своего педагога. Как у вас репетиции? Часто сейчас проходят? Да, почти каждый день. Вы новые песни учите, может, что-то? Да. Расскажи, что ты вот с чем-то сейчас... Как ты собираешься расширять свой репертуар, Дима, имеется в виду? Ну, по крайней мере, сейчас на «Голос» мы готовим... Сейчас скажу. Именно песня называется «Голос». Ее исполняет Киркоров и Нетрепко. Для тебя вот какие самые большие, скажем, сложности, трудности в этом творчестве? Или у тебя все гладко идет, и ты быстро запоминаешь все песни, все хорошо? Ну, про запоминание песни вроде бы пока что все хорошо, а вот надо еще упорно трудиться, чтобы, так сказать, нормально выйти вверха классическим звуком. Да, попробуй тут. Не так уж и просто. Ну, а если можно выделить какие-то воспоминания о талантах, что больше всего, может быть, впечатлило тебя на шоу? На шоу меня больше всего впечатлило, когда мы снимали, ну, снимали, да, «Скайфол» песню. Мне очень понравились там спецэффекты. А какие были спецэффекты? Что-то происходило? Да, там был дым, поставили очень красивый план такой сзади, и очень много было, ну, как, света. Он мерцал везде, и было очень красиво. Ну, вот смотри, видишь, ты уже даже говоришь нашими терминами. Поставили план. Да, кстати. Маленький телевизионщик. Ну, мы желаем тебе успехов, Артем. Очень надеемся, что и здесь ты станешь тоже лучшим. Все, ты большой молодец, развивайся. Продолжение следует...